Здравствуйте дорогие друзья! Продолжаем нашу недельную главу Талдот. Она такая настолько комплексная глава, что очень много мудрецов из нее делают разные очень серьезные далеко идущие выводы. В частности о том, почему в мире происходит так или иначе. Вот мы сейчас с вами тоже смотрим, почему в мире так. Нам всем кажется, что мы заслужили бы другого, но вот в нашей недельной главе раскрывается трагическая история грешного города Сдом. Его обитатели были погружены в грех, занимались грабежом, воровством, искажением судебных решений, совершали там разврат и так далее. Ни на что не похоже, но пойдем дальше. Пророк Ехескель, однако, говорил из всего этого совершенно другое. Он говорит, вот что было грехом Сдома. Руку бедному и нищему не протянули. Поразительная вещь. Все думают, что вот я не убил, если там не ограбил кого-то или еще что-то, то в основном, то я хороший человек. И тем не менее, вот слова пророка, они говорят совершенно другое. Еще Рабейну Йонок говорил, что высочайшее достоинство можем обрести именно посредством выполнения положительных заповедей. Добро какое-то, изучение Торы, следовательно, ну, пытаясь следовать путям Бога, который он нам написал. Какие-то, проявляя какую-то любовь к нему, какое-то желание хотя бы понять, что он сделал в этом мире. Главным образом написано, что человек создан именно для этого, чтобы достичь этих достоинств. И он же написал, что на что же может надеяться тот, кто не приложит усилий, не сосредоточится ради вот этих вот именно целей. То есть человек должен понять, для чего он в этом мире. И человек меняется, если он находит хорошую дорогу. Чуть-чуть шаг в верном направлении, и уже совершенно пошло другое. И опять в нашей недельной главе, когда Элеезр, преданный слуга Авраама, приходит в дом Ривки, его там встречает Лаван, войди благословенный, Господом написано. Но это огромное значение эти слова имеют. Почему? Согласно книге Заар, здесь скрыт огромный намек. Элеезр раньше написано проклятый раб Хаанана, а тут преобразуется в благословенного. И вот это чудесное изменение произошло как? Благодаря верности миссии Авраама, который ему поручил. Из проклята в благословенный нам показали, как стать таким. Надо просто ставить интересы, в данном случае Авраама или вот той идеи Авраама, которая больше, чем свои собственные и все. И еще очень интересный аспект, это и раскрывает Аризаль в своей книге великой Шаар Гиргулим. Он пишет, что Калев, один из 12 разведчиков, который был единственным, потом пошел в пещеру Махпила и удержался от клеветиного земли Израиля, был перевоплощением Элеезра. То есть Элеезр перевоплотился в Калева, получил за то, что он правильно выпал миссию, он не просто одного из глав колен или народа, а он еще и выдержал испытания. И Калев продемонстрировал те же качества верности и преданности своему заданию, когда ему Маша послал, несмотря на все трудности. Еще раз говорю, история нам учит, написали мудрецы, что верность своему долгу могут преобразить судьбу человека, верность той идеи, к которой он пришел, могут преобразить судьбу человека. Пещера Махпила, кстати, спасла Акалева, он разведчик, когда пошел, пошел молиться. И много веков мудрецы и мечтали в этой пещере помолиться. Обратите внимание, в книге Брешит по меньшей мере написано, 10 раз упоминается пещера Махпила, место захоронения наших праматерей, праотцов, и трижды описывается история ее приобретения. И что же там тогда такое немногословное, тора и такие вещи? Почему? Разгадку мы находим где? В нескольких факторах. Первый из них заключается в том, что Махпила всегда притягивала людей. И молитва там написана, самая действенная Творцу, так и все люди говорили. Во времена Иошуа, это ученика и преемника Маше, люди знали и рассказывали учителя, что это особое место. И Калев в числе 12 разведчиков, посланный Маше в Эрес-Израиль, посетил Махпилу и молился, чтобы Всевышний дал ему силу, он ему дал. И мы после этого учим, что вот в Махпиле надо молиться, для когда ты хочешь, ну, чтобы спасти себя от неправильных действий и решений. Ладно, давайте закругляться. В трактате «Тамид» приводится, что Александр Македонский спросил как-то старцев Нигева, кто мудрый? Тот, кто видит будущее, сказали они им. И Хафицхайм уточняет, что не зря сказали, видит, но не знает будущее. Не достаточно знать будущее, нужно видеть перед глазами, поскольку только в этом случае знание влияет на человека. О чем это мы сейчас говорим? Что мы должны увидеть своими глазами, что есть хозяин мира, увидеть, если хотите, будущее своими глазами, и понять, что правильно, что неправильно, что очень ценно в этой жизни. А на что мы разменим непонятно зачем и почему? Надо увидеть духовный мир, почувствовать его, и понять, что он и есть главный мир. Все решается в нем. Здесь только отголоски. Браха Аватслахов.